Владимир Ширин работает в Саровском драматическом театре более 30 лет. За эти годы он создал несколько десятков театральных плакатов. На выставке представлены работы мастера за последние пять лет. Не все, но, как он сам считает, наиболее удачные и выразительные. Плакат чаще всего устраивается так, чтобы зритель, увидев его на улице, заинтересовался, то есть, чтобы он его привлек, заинтриговал, чтобы что-то уже, как сказать, зацепило. Одни названия и картинки саровчанам знакомы, другие нет. Дело в том, что выставка рассказывает не только о местных спектаклях, но и постановках театров Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Всех тех городов, где Владимир Николаевич работал в качестве художника-сценографа. Плакаты выполнены в разном стиле и технике. Некоторые изображения словно сошли со сцены. Другие только намекают на главную тему постановки и заставляют размышлять над идеей автора. Я больше сторонник, чтобы в плакате было как можно меньше изображения, чтобы он, так сказать, запоминался. Очень подробные плакаты, картинки, они запоминаются плохо. К тому же не все спектакли, к которым он сделал плакаты, были поставлены. Но вдохновившись пьесой, художник все равно воплощал свою задумку в жизнь. На выставке нет нелюбимых работ, все они выстраданы в муках творчества. Не всегда замысел и идея художника совпадают с точкой зрения режиссера. Но в итоге постановщики всегда приходят к компромиссу. И на свет появляется театральный плакат, который становится символом спектакля. Да все оно как, одинаково легко и одинаково трудно. Потому что, ну, бывает, что легко рождается идея, и потом трудно ее воплотить, так, чтобы она дошла. И наоборот. Экспозиция работ художника представлена в фойе Саровского драматического театра на третьем этаже. Познакомиться с творчеством Владимира Ширина можно перед спектаклем или по коллективным заявкам. Елена Грецкого, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.